Всем доброго времени суток. Перед вами очередной выпуск про Neo Geo, и сегодня посмотрим на игры жанра Maze, то есть лабиринты. Начнем с игры Neo Mr. To, или Mr. Do, неважно. Это ремейк старой игры из 80-х, которая начинала как клон Пэкмана и Диг Дага, как и странно. Вы управляете клоуном, который должен собирать всякие вкусняшки на уровне, фрукт там, конфеты, например. Лежат они обычно кучками по 8 штук, и если собирать их подряд, то будете получать бонус. Уровни всегда имеют заранее обрисованные пути, но никто не мешает вам прокопать себе путь самому. Большинство врагов не может проходить сквозь стены, так что у вас есть явное преимущество. Несмотря на то, что мы смотрим на поле как бы сверху, а не сбоку, игра имеет некую долю гравитации, в том плане, что если подкопать землю под определенными вещами, вроде больших булыжников, они полетят вниз. Причем это можно использовать как оружие и уничтожать теми врагов. К тому же после них зачастую остаются различные пауэрапы или бонусы. У самого мистера До или Ду также есть шарик, который можно бросить во врагов. Однако тот летает как шарик для пинбола, то есть отскакивает от стен. И если промахнетесь, то улетит он далеко и надолго. Со временем он конечно к вам вернется, но его потери может стоить вам жизни. Хотя игра в целом довольно простая и короткая. Я без особых усилий прошел ее с первого захода чуть больше, чем за 15 минут. Графика в игре минималистичная, но красочная. Музыка приятная. В принципе, неплохая игрушка, на вечерок посидеть сойдет. Далее посмотрим на игру Irritating Maze, что по нашим можно перевести как бесячий лабиринт. И это реально так. Ваша задача провести круг по лабиринту, не касаясь вообще ничего, ни стен, ни препятствий. Вам будут попадаться лабиринты, двигающиеся колонны, мельницы и другие жопоразрывающие приблуды. Особенно выбесил момент с рандомно падающим мусором. Тут чисто на удачу, ибо среагировать на то, что не видишь, в принципе невозможно. В итоге, после получаса матершины, я дропнул игру на третьем уровне. Готов поспорить, что он был последним. Если кто-то пройдет дальше, напишите в комментах, сколько вы на это потратили нервов. Хе-хе-хе. Ну и под конец всеми любимый Бомбермен. Или Бомберман. Точнее, Нео Бомбермен. Тут даже не знаю, про что рассказывать. Если вы играли хоть в одну игру серии, то прекрасно знаете, что вас ждет. Если нет, то вы играете головастиком, который ставит бомбы и взрывает врагов и препятствия. Ну или себя самого. Из блоков можно выбивать различные пауэрапы, вроде ускорения, дополнительных бомб, увеличения дальности взрыва, ну и так далее. Задача на каждом уровне довольно простая. Уничтожить всех врагов и найти выход за определенное время. Некоторых врагов после их уничтожения можно даже оседлать. Что дает вам запасной удар и определенную способность в зависимости от врага. То сквозь блоки перемещаться будете, то быстро летать. Или вообще можете оседлать ракету, которую можно будет использовать прям по прямому назначению. Периодически будут попадаться довольно коварные боссы. А в некоторых уровнях можно спасти помощников. Правда, они, будучи под управлением компа, будут зачастую мешать, нежели помогать. Уровней в игре много, на разную тематику, с разными врагами. В общем, это Бумбермен. Если вам нравится серия, то понравится и эта игра. Однако играть я рекомендую строго вдвоем, и в одиночку, я чувствую, будет только по поболе. Игра-то аркадная, в конце концов. Ну а у меня на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok